Ломится кто-то в дверь мою. Милая тишина. Сегодня продала машину и сегодня же приобрела нового члена семьи. Всем доброе непонятное утро, мои хорошие. Представляете утро, с чего началось? То, что ломится кто-то в дверь мою. Звонил. Сейчас звонил кто-то, говорит, откройте дверь, мы к соседям в вашем игре, в какую квартиру? Молчат. Я повесила. Ну и вообще не могли бы сказать. А, ну да, к соседям вашим, в какую квартиру? Я тут знаю всех. Короче, ломились в дверь, представляете, я такая в глазок смотрю и что-то не пойму. И я вроде со страха открыла дверь, потом закрыла, но у меня два замка, как бы один, на два замка закрываю всегда. Я пока с одним работала, по-моему, в нижний замок. Такое ощущение у меня от страха было или что, я не знаю, что воткнули ключ, и как будто я закрываю, а он открывает. Я смотрю в глазок, не могу понять, и как будто человек пьяный, наваливается немного на дверь. Я ему через дверь говорю, что, мужчина, вы не туда ломитесь. Я как бы подумала просто, что человек перепутал, может быть, этажи, но меня насторожило то, что, то ли мне кажется, то ли что, что он открывал как будто ключом своим дверь. Вот, сейчас мы оделись с Денькой и пойдем сходим. У нас наверху рабочий работает, похоже очень, что какой-то рабочий, возможно, может быть, перепутал дверь, и они выпившие могут работать, да. Внизу я знаю точно, что там, ну, вряд ли, как бы, там семья живет с ребенком, с женщиной, я ее знаю, поэтому даже если у нее есть муж, вряд ли это ее муж выпивший был. Короче, сейчас поднимемся наверх, спросим, попрошу ключи там посмотреть с рабочими, поговорю, они не они. Или это кто-то был лево, а то что-то у меня, стримачок. Ой, ну что, мои хорошие, пошла я в управляющую компанию, прошлась по соседям вверх, вверх. Внизу соседи, кстати, написали, что у них вчера вечером пол 11-го где-то тоже такая хрень была, поломился в квартиру. Наверху соседи там ничего не знают, ну, пару этажей вверх. Не стала уже по всем этажам ходить, конечно же. Написала в общую нашу группу по дому, ну, так спросить, что кто. Вот странные есть люди, которые, знаете, что-то посмеиваются, что-то смешно, а вы еще по всем пройдитесь. Вот знаете, что-то такое странное. Я думаю, ну, смешно, пока просто к вам в квартиру не ломятся левые люди, или вообще пока не вынесут всю квартиру. Приходите домой, а нет у вас каких-то ценных вещей дома. И потом такие, ой, а кому ломились, а что вы там решили, да? А сейчас пока смешно поржать. Вот недалекие люди. Ну, ладно. В общем, пошла в управляющую компанию, они вообще должны сегодня работать, были до двух часов. Но так как они еще штаб не набрали, и по выходным вот они не работают. Но я думаю, надо в понедельник с утра прям Деньку, наверное, отведу в садик, и прям к ним с утра пойду, чтобы не успела эта запись еще стереться. Я подошла к охране, объяснила им тоже ситуацию. Короче, охрана говорит, что нужно в управляющую компанию идти, там заявление написать, там все дела. Вот. И посмотреть. Посмотрела, как там видно наш подъезд. Вот, кстати, с подъездной камеры все отлично будет видно. Я его узнаю, этого парня. Как бы приметы кое-какие были. Так что вот такая вот непонятная ситуация, неприятная, странная. Закрываться нужно на все замки. Вот. А еще в соседнем доме тоже сказали, такая хрень была. Ну, не знаю, под шумок, типа, знаете, рабочие, типа, работают, и под шумок всякие непонятные личности ходят здесь. Короче, сам факт, мне нужно понять, просто выходил этот мужчина, через какое время он выходил из дома, или нет, или он остался в доме. Вот даже если он в течение часа остался дома, мне кажется, в доме, да, и не выходил из подъезда, что? То это, скорее всего, кто-то... Милу не надо кусать. Если он в течение часа остался дома, то, значит, это перепутали квартиры, скорее всего. Нужно искать в доме этого человека. Просто хочется проверить ключи, они подходят реально или не подходят. Я просто со страха даже аж перепугалась, не поняла, чуть к чему. Вот. Или если это левый человек, то тоже делать свои какие-то выводы и свои какие-то действия. Что ходят левые люди, которые вот так вот, может быть, прикидываются пьяным, да, открывают твои двери или пытаются, типа, открыть, типа, перепутали. Понимаете ж, по-разному бывает. Вот. Так что такие дела. Сейчас я что, только смонтировала видео, блин, 40 минут, по-моему, там блог получился длинный. Сейчас пойду обдушь, мыть голову, снимать видосик там вам один. И заказала доставку тоже. В общем, на 4 тысячи из ленты доставка. Тоже сниму видео на второй канал. Короче, такое утро у нас. Доброе, недоброе, не пойми. Ну, будем мыслить позитивно. Доброе. Солнышко светит, хорошо. Ну что, мои хорошие, сейчас хочу пойти машинку помыть, ну, обдать ее там, сфотографировать. Я думаю, будем готовить ее к продаже. Машинку нашу. Так, пришли на набережную. Тут, конечно, фонтанчик красивый, большой. Сейчас на фоне него хочу видосик маленький записать. Красота. Опа. Ой. Ой-ой. Куда скачешь? Доброе утро, мои хорошие. Утро началось с того, что просто меня одолели звонки по моей машине. Сейчас спускаюсь показывать. Девочки, представляете, пришла в свой магазин. Выходим с Дэней. А тут кошечка за нами увязалась, точнее, за Дэней. Она прям идет за Дэней. Я захожу в магазин, говорю, она чистая такая вся. Я говорю, кто-нибудь объявлялся, может быть, это чья-то кошечка? Сейчас, подожди. А они говорят, мы объявление повесили уже 2-3 дня, ну, как бы никто никак. И она так увязалась, такая вся вообще чистюленькая, такая ласковая, нежная, на ручки села. Я думаю, заберем пока, может, хозяева объявятся. Они объявятся, мы будем знакомиться с Милой. Тоже девочка. Мила, Мила, тишина. Это наш гость, она хорошенькая. Мила, знакомимся. Тишина. Вот так вот мы знакомимся. Короче, офигеть, привезла я кошку. Мила просто вообще. Вот она, рычит, ругается, шипит. Что такое? И как вам вообще? Как с вами? В общем, все, мои хорошие. Продала машину. Пришла домой. Новая задача, теперь кошек помирить вообще. Короче, читаю сейчас. Как-то там совместно кормить надо. Сразу друг другу не показывать. Там по запахам должны знакомиться. В общем, я нашла убежище. Пока в ванной была эта кошка, там еда, вода у нее была. Сейчас я ее перенесла в туалет. Она в ванне ничего не сделала. Нас не было часа 3, наверное, 4, мне кажется. Да, ничего она не сделала там. Все чистенько. Сейчас она в туалете ходит. Сейчас, в общем, я буду читать, смотреть, как их там совместно кормить, как их в ближайшее время дружить вообще. И написала во все наши дома общие, там уже объявку сделала, что кошка домашняя чья, но она явно чья-то. Вот. В общем, сейчас сделали пока репосты, но пока она будет у меня. И я не знаю, наверное, я бы ее отдала в хорошие руки, потому что, ну, я их могу дружить очень долго, они могут так и не подружиться. И Дынька страдает у меня, потому что Милка на него шипит, он ее боится. Вот. Поэтому, если в ближайшие, наверное, 2-3 дня никто не объявится, вот так вот, то, наверное, я буду отдавать ее в хорошие руки какие-то. Но она кошка золотая просто. Я бы ее оставила бы себе, если бы они с Милкой подружились. Смотрите. Она уже тут легла, прилегла. Блин. Я хочу оставить ее. Она все черная. Она все серенькая. У нее темно-серое все. У нее даже и носик серый. И вот, смотрите, даже вот здесь вот. Зафигеть. Она вся темная прям. Посмотрите. И нос черный. Я ее прям очень хочу себе оставить. Очень. Но я не знаю, Мила так ее не воспринимает. Это же просто зверство будет. Вот это. Какое-то время. Я не знаю, сколько им нужно будет подружиться. Если бы они подружились, вообще такая бы красота. Она подушечка, девочки. У нее такие мягкие лапки. Просто вообще. Она такая подушка. Улыбается. Я прям чувствую, она моя. Моя кошка. Это Денька. Это Денька. Это сумасшедший ребенок мой. Моя кошка. Она вообще классная, да? Это просто небо и земля. Милка, сумасшедшая, агрессивная кошка. Это спокойная девочка. Это девочка. Это девочка. Спокойная такая вообще. Короче, девочки, это просто пипец какой-то. Я не знаю, что делать. Я уже в инстаграм кинула объявку, что ищу добрые руки, но я подхожу к этой кошке, снимать ее на видео просто. Я понимаю, что я не хочу ее никуда отдавать. И все. Короче, я готова немножко помучиться. Я надеюсь, Милка ее примет. Милка, если примет, ее будет хорошая, ласковая. Вот сейчас Денька читает книжки кошки этой, второй которой. И вот. И объявления уже кидали. А, я уже говорила, да? И, короче, хозяева не находятся. Видимо, кидали объявление. Короче, надо будет сводить ее к ветеринару. Пусть ее посмотрят там. То, сё, сделают, не знаю, прививки, наверное, какие надо там ей. Посмотрят. Но она сто пудов породистая. У нее прям все. У нее черный нос, черное все внутри. Она необычная. Зеленые глаза. Охренительная кошка. Я не могу ее просто вообще отдать. Она мягкая подушка и все. Короче, будем думать. Пока оставлю себе. Прям вот не хочу. Чуйка такая, интуиция, знаете? Типа, моя. Вот, смотрите. Она спит, а дай ей книжку читать. Потом познакомитесь ближе. Она даже унюхивает ее на мне. И меня кусает. Короче, выхожу из дома для того, чтобы пойти купить ей лоток от глистов и от блох. Все. Ну что, девочки, взяла лоточек. Небольшой пока. Временный, как говорится. Взяла от блох. Блох нет. Там на два раза. И, короче, я ее сейчас сделала. Она не ест. Таблеточка была, половинка. Милкина осталась, половинка. Я ей прям во вкусную еду сделала. То, что Милка просто обожает. Мокрый корм. Она не стала есть. Я взяла все-таки в суспензии свеженькую. У меня есть старая, но я старую решила выкинуть. Вот, свежую взяла. Попробую ей суспензией сделать. Вот, искупаюсь сегодня вечером ее. И от блох ей сделаю штуку эту. Вот, потому что она такая лоскушая, короче. А я не могу. Она уличная. Где она была, что у нее. Это как-то не могу с ней ласкаться пока. На ручки беру. Но вот так, чтобы прям сильно-сильно ласкаться, пока нет. В общем, везу. Иду домой. Смотрите, какая кошечка. Умничка. Я ей только насыпала все. И она сразу села писать. Ну что за... Ну что за умничка. Так, сейчас я тут... Денька бардак уже навел. Сейчас я это вот здесь и сделаю. Она будет здесь кушать. Там у нее где-то будет туалетик. Вот она моя девонька пошла закапывать. Умничка какая. Умничка. Молодец, молодец. Так, ну что, нашу девочку я уже накормила насильно. Это им паразитекс какой-то там был, короче, от паразитов. Сейчас я ее искупаю, девочку, чтобы она была чистенькая. Вот. Тут я что-то у нее нашла какую-то шишечку вот здесь под рукой. Я не знаю. Либо это она поранилась, либо может быть клещ. Ну, это уже в ветеринарке завтра мы записались. Посмотрим. Сейчас я сделаю хвостик. Будем ее купать. Посмотрим, как она будет купаться. Мыть будем вот. Сейчас водичку теплую настроим. Добавляем, как она будет купаться, чтобы она была чистенькая. Любой-то купаться будет чистенькая была. Продолжение следует... Папа, ну... Замыли, что-то не страшно. Замыли, что? Тут я не очень страшно. Очень страшно. Май ровно интересный взгляд. Смотри, водичка или ухлопнутая. Красно, смотри, классно. Смотри, смотри, не страшно. Не бойся. Ты вот тут стоишь, а я просто поливаю на тебя, смотри. Вот так, смотри. Ой, как хорошо. Водичка. Ой, как хорошо, смотри. Ой, как хорошо, смотри. Водичка. 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 Ой, маленький пояснице болит. Вся мокрая. Чистенько. Давай, иди. Все. Прячься. Вот так вот. Все. Вот мы и все. Чистенькие. Все, Бонечку оставляю здесь. Она здесь будет спать. И там в три этих одеяла закутала. Захочет, выйдет. И будет это вымываться. Пусть греется пока. После стресса. То одно, то другое, то третье. Так, ну что. Продала машину. Значит, можно порадовать себя роллами. Тра-ла-ла. И мои любимые сладенькие. Вот. И безалкогольная Бонечка. Фу. В общем, мои хорошие. Надеюсь, мое лицо чистое. Я вам снимаю видео. Сегодня был очень насыщенный день. Эмоциональный был он не только для меня, но и для Милки тоже. Сегодня продала машину. И сегодня же приобрела нового члена семьи. Надеюсь, что все будет хорошо. И мои детки подружатся. Девочки, крошечки. Они очень разные. Очень кардинально разные характеры. И мне будет интересно за ними наблюдать. Вот. А отблох, кстати, я и Милки сделаю отблох. Потому что я блоху одну нашла. Вообще, так вот пошерстила. Не было блох. Но я думаю, что на всякий случай надо сделать отблох. Вообще, я так прошерстила. Не увидела, чтобы там кишили блохи или еще что-то. Она реально чистенькая очень. Вот. И... Но все равно их обеих девчонок отблох сделаю. У меня тоже... У тех, кто есть ориенталы, тоже говорят, что даже бывает... Вместе живут два кота. И все равно бывает долгая разлука, например. И ориентал рычит. И прям мне скинули видео. Рычит, как моя. Только моя еще шипит и не подпускает к себе. Ну, сейчас вот сидит, успокоилась уже. И нормально подпускает и целует. То есть ей нужно успокоиться какое-то время. Бонита спит. Бонита спит. Ты же такой ласковый. Вот такая цистинка. Ну, все. Будем блохи делать. Короче, вот эту штуку нужно на две части. И я сделаю сейчас и Милки накапываю, и Бонити накапываю. Тут, кстати, совсем немножко вообще на донышке. Сейчас, короче, мне кажется, по несколько капель надо. Девочка спит и ни о чем не догадывалась. Что-то... Что сейчас будет? Так. Мне кажется, здесь несколько капель надо на холочку. Давай, девочка. У меня вот здесь так горячо. Я надеюсь, ты у меня не болеешь ничего. Прямо горячо вот тут вот. Кошка моя. Сладкая. Иди сюда. Ой, так. Встань вот здесь. Давай на холочку. Мамочка тебе сделай. Раз. Все. Все. Продолжай спать. Все. Продолжай спать. Я надеюсь, я туда вообще делаю. Может, выше надо. Все. Ну, все. Ну, туснет сейчас. Она вылезалась уже. В общем, следите за новостями. Мы теперь в поиске новой машины. И... Притираются наши девочки. И притираются наши девочки в доме. Вот. Так что увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok